Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 20 октября, и своеменинно в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Сергия Николая Пелагии. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память святых мучеников Сергия и Вакха. Все святые и дивные мученики исполины христовой веры сначала были первыми вельможами при дворе императора Максимиана. Сам царь уважал их за храбрость, рассудительность и верность. Но когда услышал он, что эти два царедворца-христиане, переменил свою любовь к ним на гнев. И однажды, когда совершалось большое жертвоприношение идолам, царь призвал Сергия и Вакха принести жертвы вместе со всеми, но неоткрыто отказались повиноваться царю в этом. Вне себя от ярости царь повелел совлечь с них воинские облачения, снять перстни, награды, надеть на них женские платья. Кроме того, возложили им на шею железные обручи и в таком виде водили по улицам Рима на смех всем и каждому. Затем царь отправил их в Азию к своему наместнику Антиоху на истязание. Сей Антиох как раз и возвысился до своего высокого положения с помощью Сергия и Вакха, которые в свое время замолвили о нем слово пред царем. Когда Антиох стал советовать им отречься от Христа и избавить себя от бесчестий и мук, святые мученики ответили, «Честь и бесчестие, жизнь и смерть — все это одно и то же для того, кто ищет Царствие Небесное». Антиох бросил Сергия в темницу и приказал сперва мучить Вакха. Сменялись череды слуг, нанося удары святому, пока не раздробили все его тело. Из раздробленного и кровавленного тела святого Вакха вышла его святая душа, и на руках ангельских была вознесена к Господу. Пострадал сей мученик в городе Варвалиссо. После него на суд был изведен святой Сергий. Ему надели на ноги железные сандалии с набитыми внутрь гвоздями и в таком виде погнали в город Росав, что в Сирии, где он был усечен мечом. Душа святого отошла в обители вечные, чтобы там Сергий вместе со своим другом, святым Вакхом, приняли венцы бессмертной славы от Христа, Царя и Господа своего. Пострадали си прекрасные воины христовой веры около 303 года. Мы обещали с вами, дорогие мои, поговорить про веру, про обретение веры, пути к этому. С чего начать? На днях участвовал в конференции, посвященной Дню психологии или психолога. И тема была связанная с психологией, с медициной, с семьёй. А священника приглашают, но всё равно он как-то из ряда вон выходит, общих докладов. И в прошлом году было выступление. И вот речь началась с того, что ничего нового я вам не скажу, дорогие мои, потому что у меня есть замечательная привилегия, как у священника говорить всегда об одном и том же. Потому что то, что мы проповедуем или о чём говорим, это всегда неизменная, неоспоримая, не повреждаемая течением времени, неизменяемая ценность и истина. Мы говорим об истине. В этом смысле можно вспомнить слова в недалёком прошлом губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, сейчас снова артиста. Как-то он сказал, что те люди, которые утверждают, что всё на свете знают, очень беспокоят нас, тех, кто действительно всё на свете знает. Вот немного перепразировав эту фразу, можно сказать про каждого христианина. Каждый христианин, он действительно знает всё на свете. Ну, в том смысле, что знает самое главное. Потому что апостол Павел, и говорит, все знания, весь свой опыт, а он был очень образованным, самым образованным из тех людей, окружавших его. Он получил прекраснейшее образование. И говорит, всё это почёл засор ради познания Господа Иисуса Христа. Я ничего не хочу знать, кроме Христа, и при том Христа распитого. Поэтому вот эта замечательная возможность всегда говорить об одном. И результат слов священника зависит даже не столько от того, что и как он говорит, сколько того, кто и как слушает. Ну, потому что мы меняемся. И я мог бы слово в слово повторить то, что говорил в прошлом году. И наверняка кто-то, хоть один человек, мог бы что-то для себя полезное из этого извлечь. Хотя он это слышал, но прошёл год, он изменился, жизнь изменилась, здоровье изменилось, мировоззрение изменилось, семейная ситуация. Человек может пережив какой-то опыт, стать более чутким сердцем. Так вот, касательно веры, что нужно, чтобы веру обрести. Дело в том, что православие это духовная математика. Математика абсолютно безукоризненная наука. Во всех остальных дисциплинах могут быть разные условия, зависящие от температуры, от поведения животных, солнечной энергии и так дальше. А математика безупречна в силу того, что есть чёткие законы, есть формулы. Если правильно решать упражнения, то всегда будет какой-то правильный законченный результат. И то же самое духовная жизнь. Ну, потому что Господь создал человека с конкретной целью и души у нас у всех более-менее одинаковые. Ну, кто-то больше любит выпить, кто-то любит больше закусить, но так в основном-то все и болеем одинаково, но и добродетели они как-то все чётко обозначены. И вот эта наука, наука познания Бога, она пройдена миллионами и миллионами людей. Нигде, ни в какой другой сфере деятельности человека, научной, исторической, культурной, нет такого количества удачно выполненных опытов, экспериментов. Когда человек вступает на этот путь, принимает определённые формулы и начинает их используя, приобретать самый главный в жизни опыт. Когда мы познаём мир, у нас обычно есть ну, как три так скажем, даже не знаю, как сказать, но в общем, есть объект познания, есть субъект познания, есть инструмент познания. Ну, например, если это химия, то объект познания — это какой-нибудь природный материал, субъект — это человек, инструмент — это серная кислота, микроскоп, ну и прочие приборы, через которые субъект познаёт этот мир. И чем выше предмет, ну, например, в физике, в химии мы можем допустить какие-то эксперименты над материей. В ботанике этого меньше, потому что цветы, деревья, растительность, их надо беречь, они как-то реагируют, они могут умереть. В биологии ещё меньше. В психологии, в познании человека, там, ну, очень многое, если ты хочешь его узнать, просто должен сам добровольно о себе открыть. И вот в познании Бога, там же тоже есть определённые правила взаимоотношений. Если человек хочет уверовать в Бога, он с Ним должен вступить в определённые отношения. И вера всегда предполагает откровение. Откровение одной реальности другой. Бог от нас не прячется. Мы сами от Него отгораживаемся ну, медными стенами, высокими, разными, которые строим из кирпичей собственных грехов. Так вот, на этом пути познания Бога что нужно сделать? Кто у нас объект познания? Ну, Бог, он трансцендентен с одной стороны, с другой стороны, он каким-то образом связан с нашей душой, и наша душа способна переживать благодатный опыт жизни с Богом. Поэтому объект познания в каком-то смысле это я сам. И субъект познания, то есть кто познает, это тоже я сам. И инструмент познания тоже я сам, потому что только что-то делая с собой, я могу в конечном итоге прийти к такому внутреннему строению, что мое сердце будет способно ощущать, переживать божественную благодать. То есть ту энергию действия Святого Духа, через которую мы с Богом связываемся. Господь об этом очень точно выразил. Чистые сердцем они Бога узрят. Когда человек очищает сердце, он начинает Бога видеть, видеть сердцем. и вот этот путь, путь совершенно с точкой заканчивающейся добрым результатом, его необходимо начать проходить. Сердце человека, оно сравнимо с глазом лягушки. Лягушка видит движущиеся предметы. Или если изменить систему координат, когда лягушка прыгает над землей, в этот момент она начинает видеть землю. Так вот и человек, если мы сидим перед телевизором изо дня в день, лузгаем семечки и размышляем только так вяло, есть Бог, нет Бога, вот так можно до последнего издыхания просидеть и прожить жизнь зря. А когда человек начинает приходить или приводить, понуждать себя в нравственное движение, когда начинает совершать некоторые действия, которые меняют его внутреннее, потому что Царствие Божие, оно же не где-то за облаками, но там, где-то внутри. И вот раскопать его — это задача всей жизни человека. Всверлиться, вбуриться внутрь себя через те формулы, через те инструменты, которые нам Господь открыл через Церковь, человек может там, внутри себя встретиться с Богом. И вот Святая Церковь нам предлагает четыре основных источника Божественной благодати. Ну, потому что через благодать мы познаем Бога. Их назову, просто для сведения их называл не один раз, но за каждым источником стоит целая система определенных действий, взаимоотношений. Это целая наука, как вот в высшем учебном заведении есть предмет, который человек там в течение года изучает. Так и здесь Евангелие, источник Божественной благодати. Миллионы, миллиарды людей обрели встречу с Богом через Священное Писание. Дела милосердия, когда человек отлипает от своего комфорта, быта, благополучия ради помощи другому, жертвует временем, силами, средствами. Это меняет его сердце. Молитва очень важное средство, через которое человек стяживает благодать Божию. Это целое искусство. Об этом написаны сотни и сотни книг самыми лучшими людьми Вселенной. Святыми и Таинства. Таинства Церкви, в которых изобильно напрямую подается Божественная благодать. И вот если настроить свою жизнь таким образом, что преподать систематически к этим источникам, вера, она явится, окрепнет и станет тем, что апостол Павел говорит, что вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Человек уверен, хоть и не видит, но уверен, что есть Бог и исполняет свою надежду, что мы ожидаем, это сказано в символе веры, чаю, воскресенье, мертвых и жизни будущего века. Осуществляется главная цель, человек достигает вечной жизни с Богом. Помогай нам всем, Господь! Спасибо.